Всем привет! Это снова Эллиот. Мы продолжаем наш уже не такой смертельный провал, но тем не менее. В прошлый раз у нас произошло довольно много странных событий. К нам пришла осада гоблинов, к нам приходил гоблинский отпуск Лайосон уже два раза, и внезапно оказалось, что у нас уже есть король, несмотря на то, что это всего лишь второй год. Обычно все-таки короли и барон и баронессы появляются где-то на пятом году игры, но никак не на втором-третьем. Здесь, конечно же, сказалось то, что это новая версия World Fortress, и я не мог пройти мимо и посмотреть, с чем же это все могло быть связано. И, сделав копию игры, можно посмотреть на то, что у нас было до того, как мы обосновались вот здесь вот. Где-то вот здесь, да, Fatal Failure. То есть, до того, как мы там обосновались, у нас была цивилизация Armored Nets, здесь. Наш Outpost Лайосон был вот в этом городе, Page Sabers. И в 125-м году мы основали очень далеко от наших Mountain Homes, очень далеко нашу крепость The Fatal Failure. И вот что происходило потом. В 126-м году вот эти города попали под осаду. И в 127-м они были все захвачены. Та-дам! Надо отметить, что столица находится вот здесь, в Crafted Land. И если мы посмотрим на Crafted Land, здесь есть война, начавшаяся в 126-м году. То есть, примерно тогда, когда к нам пожаловали гоблины. Это, в принципе, начало войны с цивилизацией. Но цивилизация вся в дальнем углу, мы в противоположном углу, а захватывает города основные. То есть, по всей видимости, когда игра рассматривает возможность захвата городов, она берет в качестве основания для этого не близость конкретного города к цивилизации атакующих, а близость двух цивилизаций. В данном случае, создав крепость в этом углу, среди гоблинов, расстояние между двумя цивилизациями стало, условно, равно одной клетке, 64 на 64, сколько там, 32-32, да? Я не помню, сколько они. И гоблины пошли захватывать все эти города. То есть, в рамках The Conflict of Scorchion группа гоблинов, то есть цивилизация гоблинов Fly of Vandalizing, которая вся вот в этом углу, захватила огромное количество городов. А именно, 24. То есть, все вот это происходит в 126 году, после того, как мы обосновались рядом с ним. И все это города, которые расположены в дальнем, естественно. В общем... Как-то это не очень хорошо. Ну и где-то здесь есть захват в самом начале Page Sabers. Это как раз, наверное, причина того, что к нам в гости пожаловала Outpost Laioson, которая оказалась гоблином. Хотя, может быть, и не в этом дело. И, в конце концов, в Crafted Land, который является столицей в данном случае, был убит Засид Шубсдринг. Король нашей цивилизации. Ну и, соответственно, в 126 году Засид Шубсдринг погиб, и королем стал Санкен Найф в нашей крепости, который являлся сыном нашего короля. Ну что ж... Вот здесь можно видеть, что это один из детей Вот так. Именно поэтому у нас теперь есть король. Я так ожидаю, что примерно через год игры гоблины могут захватить все остальные города, и наша крепость останется последним оплотом цивилизации, дворфов. Вторая цивилизация дворфов уже давно захвачена, где-то там в 100 каком-то году. Она была уничтожена бронзовым колоссом. Еще очень интересная вещь, касающаяся нашей линии дворфов, это мать нашего короля. Она родилась в 10-м году и поставила собой цель достижения бессмертия. И где-то, как здесь написано, в 74-м году, поздней осенью, ее впервые заподозрили в том, что она бессмертна, что у нее нет возраста. Это значит, что она стала некромантом. У нее тут довольно странные навыки развиты. Ну, в общем, где-то в 74-м Человек Дошеп Тремплскал научил Домас секретному навыку 13. И Домас, это мать нашего короля, обосновалась в... А, нет, это не мать, это бабушка нашего короля. Мать где-то здесь все еще... Все еще жива. То есть, по отцовской линии бабушка. Ну и, соответственно, после этого эта бабушка обосновалась в Клачмед. Это человеческий город. Он находится вот тут вот, в котором, как вполне можно ожидать, восставшие из мертвых гоблины и эльфы. Так что посмотрим. Посмотрим, посмотрим, как это все скажется на нас. В общем, в Клачмед довольно много разных секретных книжек было. The Tower. Common Practice. The Mountain Home. Before and After. Ну, конечно, в принципе, она же двофф, поэтому... Своеобразный. Артефакт без границ. Pathways to... Pathways to Клачмед. И много других интересных книжек. Ну и, кстати, вот эта вот крепость, она была захвачена... То есть, после того, как там бронзовый колосс уничтожил цивилизацию дворфов, здесь обосновались люди. Поэтому здесь... И вот примерно в таком состоянии осталось семь крепостей дворфов в нашей цивилизации. Они все абсолютно минимальные. Там... В каждой, наверное, меньше ста дворфов в большинстве случаев. Вот это самый большой город, по всей видимости, да. В общем... Как-то так. Наша крепость теперь последний оплот цивилизации дворфов. Игра стала немного интересной. Ну что ж... Теперь это не Fatal Failure, а The Last Stand. Ну что ж, наша крепость уже имеет богатство около 130 тысяч. Более-менее самодостаточно. Мы начали обустраивать комнаты для нашего короля, который требует от нас металлические... Как назвать? Руковицы, да... И мавзолей. Но придется пока что ему потерпеть. Он стал королем при не очень приятных обстоятельствах. Поэтому... Подождем пока. Ну что ж... К чему мы приступим в этот раз? Теоретически у нас есть пленники. У нас есть птички. Кстати, с птичками очень интересная ситуация получается. После того, как я назначил тренера для вот этой вот птицы Stray Osprey, да. Статус поменялся на Семи-вайлд. И по всей видимости уже чуть позже эта птица может стать Тейм. То есть прирученной. Посмотрим, так ли это и что потом можно будет с ними делать. Прирученные птицы. По умолчанию их вроде бы таких нет. Ладно. Osprey eggs? Хм. Это будет необычно. Ладно. У нас ровно 100 дворфов. Это как раз наше ограничение, которое установлено в программе. И больше появляться по идее не должно. Кстати, я попутно подключу. Да, 100 дворфов, 58 из которых взрослых. 32 ребенка. Ну что ж. Приступим. Сейчас у нас в принципе уже есть немного армии. Мы делаем для них обмундирование. Единственное, чего не хватает, так это место, где бы они могли тренироваться. Ну что ж. Посмотрим, что мы можем сделать в качестве места для их тренировки. я думаю использовать вот эту часть карты. Либо нижнюю часть карты, чтобы не пересекаться с нижними этажами. Кстати, как у нас тут на 80 человек? Да, нормально. Потом он бы копаем. Поэтому вот здесь вот мы сделаем коридор в сторону. Оставлю место для расширения хранилища еды на всякий случай. И наверное коридор вниз. Посмотрим, как у нас. Нет, рановато здесь коридор вниз. Посмотрим. Вот досюда наверное. Коридор вниз. Может быть даже еще один еще одну колонну. сделать ли здесь колонну лестницы? Почему бы нет? в будущем они в принципе могут пригодиться. Тоннель немного в сторону и сделаем две вещи. Во-первых, нам нужно стрельбище. достаточно большое стрельбище. Вот здесь. Так. Здесь будет где-то вход. Так. А с немного дальше мы заготовим место для более интересного аттракциона. вот так. У нас ни с чем здесь не будет пересекаться. Надеюсь. Так. примерно вот так выкопаем вниз. Кстати, вот здесь нам тоже нужно выкопать вниз. так. Соответственно, здесь будет дополнительный вход. Здесь тоже будет дополнительный вход. Так. Этажом ниже у нас будет довольно большое пространство. с этой стороны наверное будут обычные казармы. Думаю, примерно таких хватит. Со входом где-нибудь здесь. Так. ну вот примерно так. Пусть копают. Фолсбек. Хм. О! Отлично! К нам прибыла оборотень пантера. Причем с именем. Илраул ушло дом. Большая пантера в моноидной форме. Крейс фаблата флэш бла-бла-бла you'll know why you fear the night. Ну... У нас как всегда на поверхности много кто бегает Охотники. Рыбаки. Лерл Пантера вообще довольно быстро бегает. Кажется. У нас вот охотник там затерялся маленько. Нехорошо. Ну что ж, мы дадим команду All Inside. Так. Попутно, кстати, нужно немного изменить параметры нашего Барра, чтобы у нас все туда попадало. С тех пор, как мы расширили нашу крепость. Так, так. Этот этаж весь целиком, мне кажется, добавлен. Да. И этот... Довольно обширно. Так, отлично. Все идут внутрь. И... Вера Пантера... По-моему, запросто попадет в ловушку. Но, если что... Будем надеяться, что это не конец. Все-таки у нас последний оплот цивилизации. Давайте посмотрим, насколько быстро она передвигается. Довольно быстро. Так. Так. Все идут внутрь, но... Так. Где... Так. Вера Пантера догнала одного из наших охотников. Нехорошо. Так. Нужно... Открыть вот эту дверь и дернуть рычаг. Пока не поздно. Пока кто-нибудь через него не перелетел. Ах... Ну что ж. Выживут ли наши охотники? Возможно, что нет. Упс. Так. Один охотник, по-моему, был на мосту. Так. Второй охотник тоже умер. Так. А, все. Вера Пантера идет в сторону ловушек. И... И проходит мимо них. Черт. Конечно же, никто не успеет дернуть рычаг. Да. Плохо. О, отлично. Убили? Убили? Да. Убили. Но в то же время... У нас довольно много пострадавших. Убилиc. Убилиc Trust99. Странно. Ну, ладно. Мы можем открыть... ...ставшиеся мосты. Так, значит это Trap A Void. Trap A Void. Плохо. Так, и соответственно снимаем тревоги. Так. Трупы мы разместим где-нибудь там. Interrupted by Weaver? Да. Osprey has reverted to Wild State. Не так просто значит их приручить. Так, ну что ж, поскольку у нас тут появились некоторые трупы, у нас очень расстроенный король. Это нехорошо. нам нужно заказать некоторое количество граммов. Да. заодно посмотрим будут ли у нас... тревоги. Угу. Interrupted by Combat. Угу. Так, у нас сейчас есть Chief Medical Dwarf? Да, пока есть. Так, Chief Medical Dwarf, и антр медик будет всем заниматься. Что же из этого выйдет? У нас довольно много страдавших стало. Ну и, конечно же, Патти. Охотникам не повезло оказаться далеко от места действия. Processable Plants нету, как так? Прям вообще все закончилось? Удивительно. Так, у нас тут кое-где кровь. А с кем он с ребенком? Ну понятно, у нас начинается спираль. Нас куда-то несут ловушки. Ээээ... А, это, наверное, изготовленные ловушки. Ладно. Так, надгробья уже сделали? Немного кто-нибудь. А, у нас копают. Да. Точно. Джин... Да. Ребенок очень расстроен. Трюг... 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 Кото... Усте... Так, вот у нас стали появляться первые надгробья. Ну что ж, надгробья у нас... Какой же они у нас кнопки? Насколько кнопок N. Берем рецепт. Начнем заполнять, наверное, вот эту часть. О, без проблем. Нам пока что как раз нужно хотя бы три. Рейнджер. В общем, очень многие расстроились. Ладно, использовать для Беррел. Соседний тоже использовать. Очень расстроенный фермер. Ну, файн-фул. А то тело они хоронить не будут. Да ведь. Скорее всего, да. Ладно, это было не очень весело. К счастью, дворфы вроде бы не оживают. Нам нужны мешки. Так, у нас что, закончилась краска? Нет, краска у нас есть. Что у нас тогда закончилось? Что у нас здесь? Все еще болтаются. Ягодные семечки. И похоже, мы переработали абсолютно все пиктейлз. Хм. Забавно. Фишери-моркер фаунтед. Ох, да. Ну вот еще один. Может выйти? Ну, я думаю, его они сразу же и хранят. Да? Нет? Так, расположим пока через один. Ну ладно, одним рыбаком меньше. Два рейнджера, рыбак, возможно еще кто-нибудь. Так, кто-то еще тащит, да? Ладно, что они там кричат. Понятно. Неудивительно. Так, у нас готова вот эта штука, да? Угу. С этой штукой у нас должна быть ситуация такая. Эммм. Хм. Так, что-то я тут Немного не продумал, да? То есть, по идее, нам все-таки нужен мост с поверхности. Ладно, в любом случае, dbh пока что. Теперь скрываем все вот эти камни и посмотрим, что мы можем использовать в качестве места их выгрузки. Возможно, вот это вот этот upward slope. Если мы поставим мост отсюда сюда, это, по идее, должно нормально сработать. Так, для этого нам нужно убрать вот это. Так, и пока что оставлю только один slope. После чего начнем... так, кстати, все остальное тоже скрыть... и печь... так... да, как бы не началась Tantrum Spiral. У нас все еще нет Processable Plants. Это как-то даже странно. Rancher Horrified. Torton Child. А, вот здесь был Horrified, да? Ладно. Здесь куча его зубов. Жуть. Ладно. Ммм... очень много расстроенных людей. У этого в чем проблема? Health. Так. Рейнджеру требуется очень много всего. Еще и мобилизация. C. C. Это требуется Crutch. Вау. OVX. Это что такое? Overexertion. Переутомление или как это называется. Маркс. Ну, в общем, у нас два пострадавших. Ребенок и Маркс один Рейнджер. И причем они оба там на одной клетке, да? И доктор пока ничего не делает, да? Жаль. По идее все, что для этого нужно есть. Странно. Так. Ладно. Посмотрим, что мы можем сделать тут. Тут мы можем построить мост. Который будет подниматься. Почему бы нет? Из-за гранитных блоков. Так. А также мы должны будем построить довольно большое количество фортификации. По периметру вот этой вот. Давайте-ка сделаем хранилище. Хранилище. А, не будем. Пусть таскают. Build. Constructions. Modification. Так. Из гранитных блоков. И продолжаем все это полностью перекрывать таким образом. Эммм. Вообще, что-то они довольно далеко. Это, видимо, только те, которые на поверхности сейчас. Так. Так. Отработаем либо... Как же так. И вот так. Так. Ладно, будем надеяться, что это сработает. Для экстрактивиста, по-моему, нужен будет мейс. А, ребенок вырос. Хорошо. У нас начали строить сертификации, уже хорошо. Альбатросs revert to wild state. Так, как у нас выравнивание стен здесь? Здесь оно закончено. Все равно королю пока что крайне не хватает качества этих комнат. Но, тем не менее, пока что важнее другое. Чтобы никто здесь не мог лазать по вот этим стенам, мы их должны выравнивать. Это раз. Сейчас, когда закончится строительство моста, надо будет подумать и вообще проверить, будет ли у нас работать подъем. Через мост. Не факт. Еще им приходится блоки сверху таскать. Кошмар. Так, народ в больнице. А это кто, кстати? Баронесса? С ней-то что? Вау. Тракшн. Немблизейшн. Рекуэст. Надо же. Compound Fracture, Overlapping Fracture, Knit Setting, Broken Tissue, Кошмар. Оооо, тяжелый случай. Так, похоже у нас скоро начнут дворфы умирать. Так, кто у нас там медики? Надо бы их освободить от всей вообще работы. Так, вот этот медик освобождается от всей лишней работы, в том числе от перетаскивания. Так. И кто-то у нас тут еще был медик, он освобождается тоже от перетаскивания. Оставляем только Barrel, Refuse и Cleaning, Constructional Levels. Так, это все медики, да? Нет, не все, еще вот этот медик. Кажется так. Медики, медики, вроде бы... Так, эти двое диагностикой занимаются, остальные всем. Так, оставлю, может быть, побыстрее все это пойдет. Как у нас в этой зоне вообще с... Снаряжением? В принципе, пока что хватает. Так, иммобилизация. Ставим еще стол. Какой-нибудь простой. Еще один более-менее простой стол. Закажем у механика еще один Traction Bench. Так, это что? О! Вырастают дети постепенно. Так, тут у нас пошло выравнивание стен. Тоже замечательно. В больнице народ... Скорее всего, поумирает скоро, да? Почти закончилось задание по производству мыла. Птички возвращаются к дикому состоянию. Неудивительно. Так, Build Archery Targets. Которые будут расположены... Они будут сделаны из гранита. Примерно так. Пока что пять штук. Также нам нужны несколько дверей. Здесь могут быть не очень хорошие двери. Так. Скрыть все вот это. Казармы. Пусть здесь будет хорошая дверь. Продолжается строительство. Продолжается выравнивание стен. Ну что ж. Постепенно. А, ну кстати, да. У нас же Баронесса лучник. Нафиг. Оно и понятно, что она пострадала от этого. Архитектор. Архитектор. Вон. Так. Питье. Еда. Отлично. Питье здесь не прервалось. Конечно, прервалось. Конечно, прервалось. Ну и куда он? Ещё один ребёнок. А-а-а. Берёт дерево, дерево, дерево и, наверное, кость. Нет, кожа. Камень. И медь. И... Ещё что-то. Похоже, у нас будет просто слишком много воткрафтеров. И ещё камень. И... Ну что ж, нам нужен ювелир срочно. Ну мы его где-нибудь наверху сейчас временно и поставим. Так. Лилд воркшоп. Джиллерс воркшоп. Из гранитных блоков. Ювелир у нас вроде бы есть. Чтобы артефакт был очень хорошим и дорогим. Хотя из дерева, конечно, может получиться кровать. А, нет, это крафт-сворк. Особо ничего ценного там получиться, наверное, не может. Поэтому мы... Что у нас тут есть? У нас тут самый дорогой, это всё-таки изумруд. Нет, ничего особо ценного они сделать не могут. Поэтому... Пусть будет аквамарин. Камень телепортируется, конечно же. Там было странное упоминание, что... Ээээ... Внизу. Так. Биен мастерис констракшн. Только я не вижу... Где вообще, в каком репорте это может появиться. По крайней мере, в этом нет. Но внизу точно проявилось что-то типа... Такой-то Animal Trainer узнал немножко больше о приручении оспреи. Чего-то типа того. Хм. Интересно. Бэйби-альпака. Рендер-калфа. Хм. Хм. Всё равно они вздохнут. Поэтому, наверное... Больше. Ладно. Строительство идёт. Тут у нас кто-то... А-а-а. Она у нас и мобилизована, и отдыхает. Правая рука, левая рука. Бла-бла-бла. Статус. Health. Мобилизация и трекшн. Но на самом деле... Хм. Левая кисть. Открытый перелом. Хм. Никто пока ничего не делает с ней, да? Где медики? Хм. Нам нужна куча вёдер. Хм. Ну, посмотрим, как у нас тут дела. Так, почти достроили. Shooting range. Он его строит или что? Или где? А, пауза. Бывает. Ну, в общем, всё. Shooting range построен. Соответственно, мы должны сделать... Достаточно большого размера. Я думаю, практически до самой двери. Так, какое тут расстояние? По идее, стрелять они могут на расстоянии 30. Или 20. Или 30. Но в любом случае здесь меньше. Поэтому будем делать до двери. Так. Стрелять снизу вверх. Потом тут оп. И, соответственно, здесь у нас будет тренироваться этот склад. Рядом, соответственно, ещё один такой же. До двери. Вверх. Тренироваться. И так далее. До двери. К сожалению, до сих пор не работает возможность задавать только одну комнату для тренировки. Нужно каждый аршер и таргет отдельно устанавливать. Может быть, когда-нибудь это и исправится. Не знаю. Снизу вверх. Тренироваться. И... До двери. Снизу вверх. Тренироваться. А теперь... Милитари. Нужно... Дать им расписание. Ну, у них, в принципе, сейчас установлено тренироваться всё время. Единственное, что неправильно, это 10 мил. Нужно поменять ордер на 4 минимума. Shift and down. Копировать. Теперь вставить во все пункты. Так... После чего мы можем для наших дворфов сквот переключить сквот А на расписание Active Training. И также создать где-нибудь здесь, под рукой, достаточно большое... Упс, так, это я забыл выбрать хранилище чего. Хранилище амуниции. Так, и, соответственно, здесь у нас амуниция будет храниться... Я думаю... Только две коробки, всё остальное пусть лежит в открытую. Иначе будут конфликты с амуницией. Замечательно. Теоретически они должны будут начать там тренироваться. Так, питьё делается, еда делается, всё замечательно. Нехватка бочек. Зато мы делаем очень много блоков. Давайте всё-таки сюда перетаскаем... А толку вот этого не будет, мы же уже назначили. То есть, все блоки, которые для вот этого строительства... Бесполезный ещё один артефакт. Который, естественно, поднял ценность нашей крепости. Но толку от этого примерно ноль. Так, баронесса уже на трекшн-бенче. Это хорошо. Кто-нибудь с ней что-нибудь делает? По крайней мере, сейчас есть бёдра и... Они могут... Так, вода тут, по-моему, потихоньку заканчивается только. Кто-нибудь ею занимается? Ну, по крайней мере, рука теперь выглядит по-другому. Людей всё ещё сильно тошнит. А с ним-то что ли? У-у-у-у. Почему он не в больнице? Что-то у нас, по-моему, крепость начала двигаться под откос. Так, я смотрю, здесь уже некоторые тренируются. Ну, для тех, кто не в курсе, вот такая вот композиция стрельбища нужна для того, чтобы в случае промаха по цели стрелы не аннигилировали вот в такую вот кучку пыли, а падали вот сюда вниз. Потому что если стрела промахивается и попадает просто в стену, допустим, вот куда-нибудь сюда, она тоже превращается в такую кучку пыли. Но если под участком, в который попала стрела в стену, есть пустое пространство, стрела невредимый падает вниз. Их потом можно собирать и заново использовать. Позволяет экономить тренировочные стрелы, по крайней мере. Так, что у нас тут? Задание на производство каменных блоков пока что идёт, да? Только нам особо негде хранить эти блоки сейчас. Я думаю, это потому что у нас нехватка ящиков. Десять. Стрелы. Так, тут у нас всё ещё нехватка тканей. Может быть даже вот это? Мне нравится то, что здесь заканчивается вода, а на поверхности дождь не идёт. Возможно, потом придётся прокапывать новый маршрут. Так, и собственно... Ага, нормально. Поят хотя бы. Хорошо. Хоть какие-нибудь... Так, у нас не один мейс, да? Ну ладно. Кстати, нам нужен рычаг где-нибудь рядом с этим мостом. Так, что я делаю? Что-то. 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 Чё-ки-пэклэ. Замечательно Так, ну что ж, давайте попробуем убрать вот этот вот наклонный участок И посмотрим, сможет ли он по мосту выбраться наружу По всей видимости, нет То есть рядом с этой штукой нам нужно... Стена, где-нибудь здесь Иначе... Так, чтобы это произошло, нужно чтобы у него... Хотя бы на мгновение... Так, где-то у нас... References, labor, stonework, masonry Тогда он может выбраться наружу И больше masonry у тебя нет Но зато нужно достроить certification в этом участке Так, а внизу мы должны... Так, мы должны также прицепить к мосту Рычаг И построить где-нибудь внизу... Так, наших... Так, наших гоблинов Гоблин 1 Гоблин 2 И... И... Гоблин 3 Так... После чего нам нужен... Еще... Еще... Один... Рычаг И куча механизмов, кстати Рычаг будет где-нибудь... В уголке Думаю... Должно сработать... Кстати, в госпитале нам нужно достроить... Недостающий трекшн бенч Р... Я думаю, именно поэтому у нас не лечат второго больного Тут у нас тренируется лучник Хотя он и похоже умирает маленько Кстати... Вот здесь мы, наверное, больше не будем хранить... Вот этот патрон... Ну, в смысле стрелы... Дисейбл Так, все-то закончились... А-а-а… Э-э-э-э... Что? Так, эээ... То есть это уже труп гоблина, то есть в хранилище они выглядели как гоблины, а теперь... Кейдж Призона. Кейдж Призона. Кейдж Призона. Кейдж Призона. Ох, я невидимые камни там поправил. Бывает? То есть они все-таки умерли. Что-то это мне не очень нравится. Я совершенно не помню как это делается. Гоблин Кейдж. Здесь не написано, что это труп гоблина. Так, хорошо, сейчас мы все узнаем. План процессов происходит нормально. Так, готово. Нужно это привязать к клетке. К этой. Также. Добавить, привязать к клетке. К второй. И, наконец, привязать к клетке. Третий. Ну что ж. Посмотрим, что произойдет. И на этом, я думаю, серию прерву. Она и так уже довольно долгая. Сегодня. Довольно такой тяжелый длинный день. Посмотрим. Где у нас механик-то? Я вижу только то, что у нас тут куча камней. Может быть, их... Все... Ой. Сначала Unhide. И потом Dump. Сюда вытащат. Все равно они не сильно пригодятся. Так. А здесь... Так. Дамп. Механик там продолжает делать механизмы. Пусть камни перетаскают. Вроде бы механик закончил делать механизмы. Альбатрос снова перешел обратно в дикое состояние. Я надеюсь, никакие травмы от этого они не получают. Not tame. Будет очень интересно, если они все-таки научатся их держать в прирученном состоянии. Сейчас вытащим все камни. Где механик? Так. Вот. Механик идет. Пока что первую клетку прицеплять. Все еще раненый лучник. Как у нас в больнице? А. Кажется уже неплохо. Посмотрим. Вунс. Нормально. Состояние Interaction. Все еще проблемы с ухом. Так. Что у нас тут? Пиктейл файбер. Файбер дрессинг. Джипсун пластер на левую руку. В общем. Нормально. Вставили ребра на место. Медицина вроде бы работает. Сеть восемнадцатая. Джипсун пластер. Только разве что с ухом, с пальцем пока что ничего не делается. А что, у баронессы теперь нет своей комнаты? Или я просто не поставил там мебель? Ой, ладно. Разберемся позже. Да, я просто там еще не поставил свою мебель. Так. Как у нас с клетками? Еще не все. Последнюю клетку цепляем. И узнаем живые они или мертвые. Это будет интересно. Так. Все. Последний механизм. Так. Да. Последний механизм. Используем этот рычаг. Кто-нибудь его нажмет. Так. Все. Так. У нас тут небольшая проблемка. Нам нужно... Artification. Вот здесь. И вот здесь. Мы их немножко забыли. Так. Ну и, собственно, наш сквод мы отправим куда-нибудь вот сюда. Такое чувство, что у них все еще... А, у некоторых все еще нет толчанов. Вот в чем дело. Я же в тот раз об этом совсем забыл. Надо делать толчанов. Ну ничего. Те, у кого есть толчаны, те постреляют. Если гоблины живые. Сейчас мы это узнаем. Да, они живые. И теперь в них сыплются множество, множество, множество стрел. И, кстати, все-таки инвентарь-то у них... Инвентарь у них весь остался. Так что я не совсем понимаю, или точнее не помню, как их обезоруживать. Пока они в клетках. Что-то... Что-то тут не ладно. Но ничего. Лучники наши... По-моему, даже некоторые сходили за... Ну, немного стреляют. Вообще, теоретически, здесь надо бы сделать зону под названием... Упс. Как ее удалить? Delete. Yes. Burrow 2. Название... Training. И эта зона у нас будет расположена... Так вот. По периметру... Нашей ямы. Так. А, соответственно, теперь нашему сходу можно дать задание. Задание... Эээ... Хм. Да, похоже... Отсюда не дается задание Defend Burrows, да? Ну, ладно. По крайней мере... О! Одним гоблином меньше. И он сразу же его испугался. Ладно. Тренировочная зона у нас есть. Главное, чтобы никто не дернул рычаг. Хм-хм-хм. Эээ... Так... Ээээ... Cancel Station. Ну, в общем, все. Вроде бы, ситуация немного нормализовалась. У нас более-менее... Все успокоились. Опять заканчивается питье. Ээээх... Проще, наверное, просто задание Brewdrink дать через менеджера. Так что это не очень большая проблема. Но, тем не менее... Мы... Организовали нам... Обучение. Эээ... Посмотрим, кстати... Насколько у них поднялись навыки. В принципе... Ну, а, кстати, есть очень хороший боец среди новых эмигрантов. Интересно. Ну, а так, в общем и целом... Очень хороший боец Баронесса. Хаммер Дворф. Надо же. Армор юзер, шилд юзер. И теперь у нас, в принципе... Они набираются немного опыта в стрельбе. Один из марш-дворфов у нас даже четвертого уровня. Остальные первого и уже почти первого, второго... Да. Некоторые почти третьего уровня. То есть... Стрельба по живым мишеням, как всегда, себя оправдывает. Да, многим из них не хватает сейчас щитов, амуниции. Ну, это поправимо. У некоторых нет бурдюков. Ладно, это мы решим в следующий раз. А пока на этом все. И до встречи.